Нужно ли делать колоноскопию или не стоит терпеть эту неприятную процедуру? Для начала вы должны понимать, что онкологию кишечника очень тяжело заподозрить на начальных стадиях. Ну а на поздних стадиях обнаруживать уже поздно. И как это часто происходит? Сначала образовался полип, который можно было бы удалить, если бы обнаружили его вовремя. Потом полип повреждается и со временем перерождается в аденому. А аденома, в свою очередь, со временем может стать онкологией. И во всей этой цепочке идет борьба за время. Чем раньше мы обнаружим проблему, тем лучше для человека. И тем менее плачевные будут последствия. Поэтому, если врач направляет на колоноскопию, значит идем и делаем. Если вы подозреваете, что у вас есть какие-то глисты, но времени обследоваться нету, или обследование не дает никаких положительных результатов, то для того, чтобы очистить свой кишечник от паразитов, или как минимум очистить свою совесть, можно пропить препарат на основе мебендозола. Эти препараты практически не всасываются в кровь и действуют в основном в кишечнике, что делает их очень безопасными по сравнению с другими препаратами. При этом они эффективны от анкилостом, трихоцефалов, аскорид, астриц, бычьего и свиного цепня в первой стадии. Препарат принимается по одной таблеточке 100 мг два раза в сутки на протяжении трех дней. Клетки нашей печени ежедневно повреждаются, сталкиваясь с токсичными веществами. Но есть растения, которые восстанавливают нашу печень. Научно доказано, что расторопша помогает восстановить клетки печени человека. И это не означает, что нужно идти куда-то на болото и рвать эту расторопшу, либо покупать дорогие иностранные таблетки. Для улучшения регенерации печени просто введите в свой рацион обычное масло расторопши из аптеки. Стоит оно относительно недорого, а принимать его достаточно по одной чайной ложке в сутки перед завтраком. Поджелудочная железа – это наш ключ жизни. Пока он бьет, мы живем. Когда он изнашивается, мы начинаем болеть и быстро умираем. Таким образом, чтобы продлить себе жизнь, необходимо экономить ресурс поджелудочной железы. Для этого в первую очередь необходимо минимизировать потребление жареного, сладостей, алкоголя и химических лекарств. Отеки чаще всего происходят по вине либо почек, либо сердечно-сосудистой системы. Как же отличить почечные отеки от сердечно-сосудистых? Первое. Почечные обычно появляются на лице, сердечно-сосудистые – на ногах. Второе. Почечные видны утром, сердечно-сосудистые появляются во второй половине дня. Третье. Почечные – бледные, сердечно-сосудистые – синюшные. Четвертое. Почечные мягкие, сердечно-сосудистые, плотные Без необходимости старайтесь длительно не принимать ферментные препараты, такие как панкреатин, фистал, мизин, крион и т.д. Эти препараты на основе животных ферментов делают здоровую поджелудочную железу ленивой Когда их главный компонент попадает к нам в ЖКТ, то наша поджелудочная железа перестает вырабатывать ферменты И если это делать часто, то развивается синдром ленивой поджелудочной железы Поэтому на постоянной основе, либо длительно принимайте ферментные препараты только в случае, если ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточно ферментов и это нельзя исправить Чтобы узнать, что у вас есть экзокринная недостаточность, необходимо сдать анализ КАЛа на панкреатическую эластазу Если в анализе окажется более 200 единиц, то в таком случае ферментные препараты вам принимать не нужно Печень чистить не нужно Печень это действительно фильтр, но фильтр, который не накапливает в себе отходы Все токсины, которые отфильтровываются печенью, удаляются из нее посредством лимфы, крови и желчи А печень остается чистенькой, иначе она бы стала размером с пятиэтажный дом, если бы она не очищалась самостоятельно Чистку печени, как правило, пропагандируют натуропаты, которые зарабатывают на этом деньги Зарабатывают деньги на вашем незнании Нужно ли чистить печень и если да, то чем? Сперва давайте разберемся, от чего мы ее будем чистить Наша печень это химическая лаборатория, и когда туда попадают токсины, то клетки печени из них делают более безопасные вещества Все нужное забирается на важные процессы в организме, а лишнее сбрасывается через желчь и лимфу Но в самой печени никаких ядов и токсинов не накапливается, а соответственно чистить ее нечего Однако клетки печени при столкновении с вредными веществами травмируются И чтобы помочь их восстановить, просто употребляйте масло расторопши Достаточно одной чайной ложки в сутки перед завтраком Что такое фиброз печени и как его правильно диагностировать? Фиброз это замещение здоровой ткани органа на соединительную ткань Грубо говоря на пустой нерабочий участок И соответственно степень фиброза это степень разрушения печени На обычном УЗИ степень фиброза мы не узнаем Необходимо делать специальное обследование эластометрия печени Эта процедура очень похожа на УЗИ, но просто делается на другом аппарате Есть 4 степени фиброза печени и 4 степень это цирроз Важно понимать, что сам по себе фиброз это не отдельное заболевание А результат каких-то повреждений органа либо болезни Есть радостная новость, она заключается в том, что все степени фиброза И даже начальная степень цирроза обратимы Главное вовремя их диагностировать, найти причину повреждений и приступить к лечению Перед тем, как проводить любую желчегонную терапию Будь то медикаментозную или с помощью трав, упражнений Обязательно сделайте УЗИ брюшной полости Посмотрите, есть ли у вас в желчном пузыре камни При наличии камней в желчном пузыре нельзя проводить никакую желчегонную терапию Кроме использования препарата УРСОСАН Но даже препараты УРСОЗОКСИХОЛИВАЙ КИСЛОТЫ Применяются в ограниченном количестве случаев Препараты кальция не такие уж безобидные, какими их многие считают А назначают их врачи направо и налево, притом часто не ведут контроль уровня кальция в крови А это важно, потому что когда мы принимаем добавки кальция, есть вероятность возникновения гиперкальцемии Дело в том, что в идеале уровень кальция в крови должен держаться на уровне физиологической нормы А некоторые препараты кальция либо длительное их применение приводят к повышению уровня кальция в крови К той самой гиперкальцемии и здесь возникают кальцификация сосудов, слабость, запоры, появление камней в органах Чтобы этого избежать, когда принимаете препараты кальция, обязательно контролируйте уровень этого минерала в крови При значительном превышении необходимо отменять или сменять препарат Прием любых ингибиторов протонной помпы особенно длительно увеличивает вероятность возникновения паразитарных инвазий Что такое ингибиторы протонной помпы? Это ваш любимый амепрозол, амез, нольпаза, пантопрозол и другие Их главная задача блокировать выделение соляной кислоты А соляная кислота нужна организму человека в первую очередь для того, чтобы обезвредить вирусы, грибки, бактерии, а также личинки паразитов, которые к нам попадают с пищей То есть, когда вы принимаете амепрозол и нольпазу, вам не обязательно целоваться с собакой, чтобы подцепить глистов Достаточно будет поймать ртом маленькую пылинку или попить водопроводной воды, чтобы ими заразиться Кто-то скажет, ничего страшного, глисты есть у всех, но у тех, кто принимает амепрозол, амез, нольпазу, их больше Главные признаки того, что у вас есть глисты Первое. Беспричинная слабость Второе. Вздутие живота Третье. Частая отрыжка Четвертое. Боли в животе Пятое. Повышенный аппетит, либо наоборот его отсутствие Шестое. Тошнота Седьмое. Беспричинное поднятие температуры Восьмое. Образование на коже непонятного происхождения Девятое. Кашель без мокроты Десятое. Потеря веса, если вы не едите сладости Либо наоборот, набор веса, в том случае, если сладкое у вас в ходу Если вы насчитали у себя 4 и более симптомов, то можно сдать анализы и попробовать найти у себя паразитов Или как минимум провести профилактику по схеме, которую я рекомендовал в видео «Все о глистах» Завтракать обязательно или нет? Я уже неоднократно говорил, что есть нужно тогда, когда есть аппетит Аппетит это показатель того, что ваша пищеварительная система готова принять пищу Если мы едим через силу, ферментов достаточно не выделиться, пища нормально не переварится А здесь привет-метеоризм, тяжесть в животе, а также преждевременная усталость Наш организм – это адаптивная система, и мы можем приспособиться есть даже один или два раза в сутки У меня есть знакомая семья, которые питаются один раз в день после работы Такая вот у них культура питания От слова «завтрак» у них мурашки по коже, но при этом у них всех отличное здоровье Ни гастритов, ни камней в желчном И в то же время я каждый день работаю с больными людьми, которые завтрак никогда не пропускали Вывод следующий – завтракать желательно, но не обязательно Любой человек, даже самый замечательный, добрый, умный, может ошибаться Я сам в детстве с удовольствием читал книгу профессора Неумывакина «Здоровье в ваших руках» и был в восторге И 90% информации, которую давал профессор Неумывакин, действительно была верной Но что касается соды, перекиси водорода и уринотерапии То их эффективность профессорам была сильно переоценена Почему глисты могут вызывать настолько противоположные симптомы? В частности, либо повышенный аппетит, либо полное его отсутствие Дело в том, что оба эти симптома могут говорить о наличии глистов Но не значит, что они вызываются именно ими Понятное дело, что паразиту выгодно, чтобы его хозяин ел как можно больше И глисты посредством иннервации влияют на мозг человека и заставляют его есть чаще А вот потери аппетита и тошнота появляются из-за реакции иммунитета Иммунитету, чтобы справиться с глистом, необходимо, чтобы хозяин ел как можно реже Глист голодал и становился более слабым Тогда у иммунитета появляется шанс его уничтожить Вывод – повышенный аппетит вызывают сами гельминты А снижение аппетита и тошноту – наш иммунитет Какой выбрать коллаген, чтобы поддержать суставы, кожу, волосы, ногти? Выбор огромен и цены очень разные Стоит ли переплачивать? Для начала вы должны понять, что коллагеновые бады Производятся путем вываривания коллагена Из костей крупно-рогатого скота или рыбы Добавки, произведенные из коровок – это животный коллаген Из рыбок – это морской Технология на самом деле относительно простая И не стоит вестись на такие слоганы, как «Сделано на основе немецкого или американского сырья» Какая разница, из косточек американских или российских коров были сделаны таблетки? Переплачивать не стоит Просто на основе отзывов выбираем недорогой российский коллаген Если, не дай бог, или вы, или кто-то из ваших близких столкнется с онкологией То запомните, что строительным материалом для раковых клеток является чужеродный животный белок Питанием же для раковых клеток являются быстрые сахара Поэтому в период онкозаболевания сокращаем потребление животного белка и заменяем его на растительный То есть вместо красного мяса больше едим бобовых, семечек, орехов А также полностью исключаем сладости, хлеб и макароны И заменяем их на гречку, овсянку и овощи Самая частая причина ошибок на УЗИ и потом вот таких вот историй Это неправильная подготовка, а точнее ее отсутствие Для того, чтобы врач-узист все хорошо увидел Не должно быть никаких помех А помехи создают газы в кишечнике Вам кажется, у меня будут смотреть желчный пузырь и печень Какая разница, что я там ем и пью ли я этот активированный уголь? На самом же деле это очень важно Аппарат УЗИ не работает, как наши глаза Он смотрит совсем под другим углом Нам мешают физические препятствия А у него совсем другие требования Которые вы должны соблюдать И тогда результат будет точным Если вам перед обследованием не объяснили, как готовиться То просто зайдите в YouTube в строке поиска Наберите «Подготовка к УЗИ брюшной полости» Посмотрите видео и выполните подготовку Почему одни люди при наличии глистов в организме худеют А другие, наоборот, набирают вес? Все зависит от качества питания Если у человека в рационе мало сахара То, соответственно, он будет терять вес Так как глисты будут съедать львиную долю полезных веществ Приходящих с едой Если же человек питается большим количеством сладостей То, соответственно, он будет набирать вес Несмотря на то, что у него есть глисты Дело в том, что сахар впитывается, как правило, в более ранних отделах ЖКТ И, соответственно, до гельминтов доходить не будет Но в любом случае глисты, как правило, требуют от своего хозяина Как можно больше кушать сладкое Но не всегда Некоторые виды глистов мясоежки Для того, чтобы снять спазм сфинктера ОДИ Давно изобретены специальные препараты Но прежде чем их назвать Разберемся, что такое сфинктер ОДИ И зачем с него снимать спазм Этот клапан часто является причиной застоя желчи Вы, например, съели что-то жирненькое У вас в желчном пузыре достаточно желчи Но она не может выйти Потому что этот самый сфинктер ее не выпускает Чаще всего его корректная деятельность Нарушается из-за хронического стресса Как же мы будем его расслаблять И какие уже существуют препараты, чтобы нам помочь Это, в первую очередь, препараты Главное действующее вещество которых Гимикромон Торговое название этих лекарств Адистон или Холикрон В идеале их принимать Параллельно с другими желчегонными препаратами Кто прав, доктор Берг или официальная медицина По вопросу кислотности желудочного сока Доктор Берг говорит, что изжога Из-за того, что соляной кислоты не хватает Официальная же медицина, наоборот, рекомендует Всех подряд пичкать амипрозолом Снижая кислотность На самом деле, обе стороны неправы на 100% И истина посередине У части людей действительно пониженная кислотность И им помогает от изжоги Бетаина, гидрохлорид и яблочный уксус Другим же, наоборот, это только навредит Потому что у них повышенная кислотность Таким людям, как правило, помогает Сода, амипрозол и антоциды А почему официальная медицина Рекомендует всеми каждому амипрозол? Дело в том, что он практически полностью блокирует Выделение соляной кислоты И исчезают симптомы При пониженной кислотности И при повышенной кислотности Определяйте, какая у вас кислотность И лечитесь правильно Как по результатам общего анализа крови Можно заподозрить наличие глистов В организме человека Необходимо смотреть такие показатели Как эозинофилы Моноциты, лимфоциты и гемоглобин Одна из функций эозинофилов Это борьба с гельминтами Также глисты часто выедают гемоглобин Ну а лимфоциты и моноциты Как обычно любят попаниковать Если в организме что-то не так Однако в любом случае Информация, полученная с помощью общего анализа крови Лишь косвенная Эти показатели могут меняться и без участия глистов А эозинофилы, как правило, поднимаются Лишь только в первый месяц после паразитарной инвазии Далее они отправляются в ткани сражаться с глистами Лишние моноциты и лимфоциты, как правило, в крови держатся подольше Однако они могут сигнализировать не только о глистах А также о многих других проблемах со здоровьем Вывод Общий анализ крови дает косвенную и неточную информацию про глистов Иногда бывает такая ситуация Что у человека долгие годы Боли в правом подреберье Сдутие живота Нарушение стула Отрыжка Тяжесть в животе Быстрая утомляемость Ну и естественно При таких симптомах Люди начинают обследоваться и лечиться Пробовали и урсосан И расторопшу И амипрозол А излечиться все никак не получается Сдали кучу анализов Прошли много обследований Перепробовали кучу различных лечений Толку ноль А потом все-таки находится главный виновник всех неприятностей Это апистархоз Паразиты, которые поражают желчную систему человека И только избавившись в стационаре от них Человек получает новую жизнь Обращаю внимание, что эта информация на заметку Не у всех, у кого есть перечисленные симптомы Обязательно апистархоз Но по статистике У многих из тех, кто смотрит Он Белый хлеб Вреден или полезен? И оба ответа неверные Правильный ответ Белый хлеб Бесполезен Да, действительно Хлеб из пшеничной муки высшего сорта Не несет никакой пользы Там нету оболочки А в оболочке Основные витамины Клетчатка Пользы от этого продукта Так же, как и от муки высшего сорта Ноль Но истории про то, что этот продукт ядовит и опасен Это миф Мука высшего сорта По большому счету Это в основном крахмалы Которые не опасны для здоровья человека Да, если мы будем питаться Исключительно этим продуктом Безусловно, у нас начнутся запоры Так же проницаемость тонкого кишечника Но если хлеб составляет лишь часть рациона А так же выбираются сорта Где нету сахара Такой продукт вам не нанесет никакого вреда Но так же не принесет и пользы Существует миф, что хлеб из пшеничной муки и рис Опасны для здоровья Так же, как и сахар Натуропаты и неграмотные врачи говорят Что крахмал это по сути то же самое, что и сахар Но это не так Сахар это дисахарид Который не требует пищеварения Попадая в 12-перстную кишку, он быстро распадается до глюкозы и фруктозы Глюкоза в большом количестве быстро попадает к нам в кровь И тем самым травмирует наши сосуды С крахмалами же, из чего состоит мука высшего сорта и рис Дела обстоят совсем иначе Крахмалы это полисахариды И для их расщепления необходимо достаточное количество ферментов и времени Поэтому такой опасности, как сахар, они не представляют И в самой полезной крупе гречки Тоже есть крахмалы, такие же, как в рисе Вывод Рис и пшеничная мука действительно бесполезны Но не вредны так, как сахар В своих видео я ни в коем случае никого не призываю Есть белый хлеб, макароны, рис Просто мне очень тяжело слышать от различных нутрициологов, натуропатов и так далее О том, что эти продукты очень вредны, практически ядовиты для организма человека Если бы это было так, то китайцев, египтян, марокканцев и многих других национальностей просто не существовало бы на сегодняшний день Рис и пшеничная мука высшего сорта составляют основу их рациона А по продолжительности жизни, как это не смешно, они даже обгоняют россиян Да, я не спорю, эти привычки пагубны для здоровья, но не стоит преувеличивать Реальную опасность хранить в себе сахар, транжиры, алкоголь, многие е-добавки из пищи, а не мука высшего сорта и рис Это видео для тех, кто считает, что застой желчи есть у всех С этим ничего делать не надо, это норма На самом деле это абсолютно не так И для примера возьмем свежий результат здорового человека Смотрим, желчный пузырь Никакой взвеси, камней, полипов В просвете, однородное содержимое Такой должен быть результат УЗИ, протокол Если вы правильно провели подготовку и у вас нет застоя желчи Вот такое должно быть заключение Очень часто из-за отсутствия подготовки в заключении может появиться фраза Диффузные изменения Все дело в том, что газы в кишечнике дают помехи, которые врач может трактовать Как эти самые диффузные изменения Поэтому перед УЗИ делаем подготовку и убираем свой застой желчи Тогда у вас будут такие же результаты Мне часто пишут комментарии, типа Вы говорите, что сахар вредит, но моя бабушка ела много сахара и прожила до 90 лет А вы не думали, что если бы она не ела сахар, то возможно она прожила бы до 100 лет? Лично мой дедушка каждый день пил алкоголь и прожил до 75 лет Ни разу не был у зубного врача, потому что его зубы были идеальны Это что, доказывает, что алкоголь полезен для здоровья? О вреде сахара и алкоголя проведено тысячи статистических исследований То есть сравнивались большие группы людей, которые употребляли алкоголь и сахар И которые их не употребляли И в среднем люди, которые часто едят сахар, либо пьют алкоголь, живут меньше и чаще болеют А ваша бабушка ела сахар и прожила до 90 лет, потому что ей очень повезло со здоровьем У нее была мощная поджелудочная железа, которая вырабатывала достаточно инсулина Но таких людей единицы для большинства алкоголя и сахара сыграют роковую роль Любишь суши и роллы? Тогда это видео для тебя С тех пор, как эти диковинки японской кухни стали у нас популярны, сильно возросла заболеваемость аписторхозом Аписторхи – это паразиты, которые живут, как правило, в печени или желчных протоках человека Они доставляют серьезные проблемы со здоровьем и вылечить их можно только в стационаре Обычная профилактика не подойдет А вы спросите, а как же японцы? Они годами едят суши и все у них нормально А дело в том, что аписторхоз, как правило, поражает именно речную рыбу А наши отечественные недобросовестные производители именно ее прут в наши суши Ну не считая той, которая красненькая, но она и дороже стоит Поэтому в следующий раз, когда увидите сырое, не красное мясо в своих роллах Десять раз задумайтесь, прежде чем его есть Как диагностировать аписторхоз? Это паразитарное заболевание, которое люди, как правило, получают Съедая недостаточно термически обработанную рыбу, либо роллы и суши По статистике, более половины населения Западной Сибири на сегодняшний день больны этим заболеванием Но лечение получают единицы, так как хронический аписторхоз, как правило, проходит бессимптомно Либо с минимальным количеством симптомов Итак, как же диагностировать это заболевание? Для начала сдаем анализ кала на яйца глистов, а также анализ крови на антитела к этим паразитам Однако эти анализы недостаточно достоверны, и в идеале их сдавать несколько раз Самая же лучшая методика для диагностики аписторхоза – это доденальное зондирование Да, это относительно сложная процедура, но ее точность достигает 99% Анализ на антитела к паразитам в крови – его плюсы и минусы Однозначный плюс – это то, что мы узнаем, какой точно вид глистов поразил организм человека Минус заключается в том, что этот анализ не самый дешевый И одновременно плюс и минус – это то, что анализ на антитела к паразитам точен не более чем на 65% Но по моим предположениям даже эта цифра сильно завышена То есть велика вероятность, что у вас в организме есть какие-то глисты, но антител к ним у вас в крови не будет Это почему минус? А почему плюс? Потому что другие виды обследования еще менее точно информативны Вывод – если у вас есть домашние дети или маленькие питомцы, то периодически такой анализ лучше сдавать Что выбрать народное средство или препараты из аптеки для того, чтобы убить глистов у себя в организме? Существует стереотип, что антипаразитарные таблетки убивают не только глистов, но и печень В то время как народное средство – это одна исключительно польза Что касается аптечных таблеток, то отчасти это правда, но лишь отчасти Есть таблетки токсичные для печени, а есть те, которые даже не всасываются в кровь, а действуют исключительно в кишечнике А вот народное средство, типа пижмы, полыни и так далее, при неправильной подборке дозировки могут нанести не меньше, иногда даже больший вред Вред хозяину, но не паразиту Народное средство, типа трав, семечек, чеснока – это скорее про профилактику, но не про лечение Если вы с помощью анализа узнали, какие точно у вас глисты или простейшие То обращайтесь к своему лечащему врачу, пускай он выпишет препарат, который точно убьет ваших паразитов После 40 лет люди в среднем теряют за год от 2 до 3% мышечной массы Часто она заменяется жиром и внешних признаков потери мышц нету Сохранять свои мышцы как можно дольше очень важно Кроме того, что от них зависит работа нашей гормональной системы Также они поддерживают наши кости и суставы А еще мышцы являются гликогеновым депо То есть чем больше у нас мышц, тем больше у нас выносливости и дольше мы не устаем Поэтому после 40 лет и до самой смерти желательно иметь какие-то физические нагрузки В идеале, если это возможно, даже выполнять какие-то силовые упражнения Типа отжиманий, приседаний, подтягиваний А также заниматься на тренажерах Тогда мышцы будут уходить медленнее и вы продлите свою жизнь Таблетки от глистов можно разделить на три вида Первая, самая безопасная Они парализуют глистов и глисты естественным путем выходят из организма Вторые травят глистов, а третьи травят и глистов, и печень хозяина К первым относятся декарис и перантел Но их минус, что они эффективны только от астриц и аскорид Ко вторым препараты на основе мебендазола Они практически не всасываются в кровь и основная их деятельность разворачивается в кишечнике Второй их плюс это то, что они эффективны более чем против 7 видов гельминтов Ну и к третьим относится альбендазол При его приеме, как правило, у людей поднимается АЛТ и АСТ Что говорит о высокой их гепатоксичности Этот препарат имеет смысл принимать только в том случае Когда паразиты находятся не только в кишечнике, но и в других тканях Но делать это нужно строго под наблюдением врача Самая частая причина фиброза печени первой степени Часто можно прочитать такой комментарий Как так? Не пью, не курю, питаюсь в основном здоровой пищей Но при этом на эластометрии нашли фиброз первой степени Фиброз, напомню, это замещение здоровых нормальных тканей органа на соединительную ткань То есть чем выше степень фиброза, тем выше степень разрушения органа И почему же чаще всего у этих людей, которые ведут относительно здоровый образ жизни, разрушается печень? Фиброз может появиться из-за вирусов, как результат каких-то болезней А также из-за токсического поражения В том числе, и это наш случай, из-за токсичности желчи То есть причина, как всегда, банальная Застой желчи Желчь вовремя не выходит и травит нашу печень Лечение Нормализуйте отток желчи и сделайте желчь менее токсичной Что делать, чтобы сократить вероятность заражения паразитами? Первое. Хорошо просаливать сало Второе. Избегать суши с сырой рыбой Третье. Стараться не принимать ингибиторы протонной помпы Типа Амеза, Мепрозол, Нульпаза Эти препараты, а также антоциды, сокращают количество соляной кислоты в желудке А эта кислота убивает личинки паразитов, которые попадают к нам в организм с едой Четвертое. Не целовать котиков и собачек А если их погладили, то тщательно моем руки с мылом Пятое. Ликвидировать застой желчи Желчь добивает яйца паразитов, которые не убила соляной кислоты Шестое. Есть поменьше сладостей Седьмое. Держать иммунитет на высоком уровне Для этого физическая активность, закаливание воздухом и правильное питание Почему ингибиторы протонной помпы, такие как Амеза, Мепрозол, Нульпаза и так далее Помогают часто при забросе желчи в желудок Эти препараты блокируют выделение соляной кислоты Но они же не блокируют желчь А причина кроется в очень хитром механизме Дело в том, что желчные кислоты повреждают слизистую желудка Только при условии наличия там соляной кислоты Амепрозол эту самую кислоту перекрыл И желчь, даже когда попадает в желудок, не так сильно травмирует слизистую желудка Но это при условии, если желчи не слишком много и она не очень токсичная А чем ее сделать не такой токсичной? Урсосаном Поэтому очень часто при забросе желчи в желудок Помогает комбинация из двух препаратов Амепрозол и урсосан Но напомню, что в идеале не сражаться с симптомами с помощью таблеток А найти причину заброса и ее устранить Жировой гепатоз печени надо лечить Нельзя с ним ходить и на него годами забивать Накопленный избыток жира в печени попадает в кровеносные сосуды А холестерин в сосудах, сами знаете, к чему приводит К атеросклерозу Сосуды становятся менее эластичными На их стенках образуются холестериновые бляшки Дальше появляется гипертония, как звоночек, что нужно что-то менять, мы идем не туда Атеросклероз прогрессирует и со временем можно поймать инсульт или инфаркт Вот так вот, казалось бы, безобидное ожирение печени Со временем может привести к летальному исходу Для тех, до кого уже дошло, что с гепатозом шутить не надо Напомню, что в первую очередь нужно избавиться от лишнего веса Также отказаться от алкоголя и сократить потребление жирной и жареной пищи Ну и не забываем про отказ от гепатотоксичных препаратов Вызывает ли употребление риса и пшеничной муки диабет второго типа? Нет, не вызывает Около 80% людей, болеющих диабетом второго типа, имеют лишний вес Очень упрощенно говоря, лишний жир мешает глюкозе пройти нормально в клетке А чтобы набрать лишний вес, не обязательно есть макароны или рис Можно значительно прибавить на гречки с овсянкой Посмотрите на итальянцев и китайцев Что-то макароны и рис не вызывают у них диабет второго типа Главный вопрос – количество пищи Вывод – сами по себе изделия из муки, а также рис не вызывают диабет второго типа А что касается 20% людей, больных с сахарным диабетом, которые не имеют лишнего веса То их главная проблема в том, что они подсадили свою поджелудочную железу Она не справляется со своими обязанностями и тоже возникает диабет второго типа В народной медицине чеснок часто используется как лекарство, не как БАД, а именно как сильнодействующий препарат Да, действительно, в нем очень много полезных активных соединений Но раз эта специя настолько же активна, как некоторые лекарства, значит и навредить она может точно так же Почему же к лекарствам мы относимся с осторожностью, а к народным средствам нет? В интернете есть куча рецептов применения чеснока от различных заболеваний И, к сожалению, многие методики подразумевают употребление этой специи натощак И да, для кого-то это пройдет безболезненно, однако у людей с повышенной кислотностью это может вызвать язву, гастрит, эрозию А иногда пропадную язву и даже летальный исход И особенно в этом преуспело сочетание чеснока с лимоном Поэтому будьте осторожны с применением чеснока и желательно употребляйте его не на голодный желудок Не единственная, но самая частая причина гипертонии – это атеросклероз Сосуды забиваются холестерином, в результате чего сужаются По суженным сосудам крови недостаточно доходит до мозга Мозг чувствует дефицит кислорода и подает сигнал сердцу, чтобы то увеличивало давление Поэтому при гипертонии в первую очередь необходимо работать с сосудами, а не просто убирать симптом Для максимальной эффективности при избавлении от глистов с помощью препарата Вермакс Или других препаратов с главным действующим веществом мимбиндазол Обязательно выпивайте таблетку после употребления достаточного количества жирной пищи В сочетании с жиром достигается наибольшая антипаразитарная эффективность препарата Для того, чтобы получить точные результаты при проведении УЗИ брюшной полости Очень важно соблюдать правильную подготовку Больше всего аппарат УЗИ не любит свежую еду в ЖКТ, а также газы в кишечнике Поэтому приходить на процедуру нужно обязательно натощак и даже нельзя пить воды Если же у вас запись на обследование на вечер, то не едим на протяжении 6 часов И не пьем воды, потому что желчный пузырь может сократиться и мы не увидим полной картины Но самое главное это газы Поэтому как минимум за 2 дня исключаем капусту и молочку В идеале при возможности еще фрукты и хлеб Короче все то, что вызывает газообразование Дополнительно в течение последних двух дней принимаем либо активированный уголь, либо СИМЕТ Активированный уголь 10 таблеток на день СИМЕТ 80-ку, 4 капсулы на сутки Ну наверное все знают о вреде моющих средств для посуды Павы разрушают слизистую желудка и все такое И кто-то скажет, а как вы хотели, чтобы расщеплять жир нужна ядреная химия? На самом деле не обязательно Отлично помогает для мытья посуды обычное жидкое мыло И не обязательно себя отравить моющим средством Ну а полным фанатам ЗОЖа избавиться от жира на посуде поможет обычный горчичный порошок Только пенки от него не ждите Синдром Жильбера – наследственное неизлечимое заболевание, а болен им каждый десятый человек Как с ним жить и что делать? Раз неизлечимое, значит лечить не надо, но нужно не допускать обострений Для этого не принимаем алкоголь, не даем себе слишком больших физических нагрузок И за один раз не едим большое количество жирной пищи Также при синдроме Жильбера очень важно наладить хороший желчный отток Это сократит число обострений Но если обострение произошло и билирубин поднялся Не нужно ходить с этим и травить свой организм Покупаем в аптеке корвалол и на ночь в течение 5 дней капаем по 20 капель этого препарата И билирубин снизится и будете спать спокойно Существует очень вредный миф о сальмонеле Он гласит о том, что эту опасную бактерию можно подцепить только от фабричных яиц А домашние яйца безопасны На самом деле ситуация практически противоположная На моем опыте около 90% людей, которые заражались сальмонеллой Имели дело с яйцами с домашнего подворья, а не из фабрики Почему я говорю имели дело, а не ели яйца? Потому что сальмонелла живет снаружи яйца, а не внутри, как думают большинство людей Эта опасная бактерия живет в помете, то есть снаружи яйца И когда мы трогаем инфицированные яйца, а потом не моем свои руки, так и происходит заражение То есть вы можете даже не употреблять яйца, а просто их потрогать, а потом месяц проваляться в стационаре Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, как лечить? Самое главное, необходимо уменьшить размер желудка Поэтому первое, питаемся 5 раз в сутки небольшими порциями Никогда не переедаем, даже на свадьбах и на днях рождения самых близких друзей Второе, нельзя принимать горизонтальное положение после еды Соответственно между ужином и отбоем должно проходить не менее 2-3 часов Третье, после еды нельзя сидеть сутулиться Необходимо либо прогуляться, либо сидеть с вертикальной спиной Четвертое, не пережимаем сильно живот поясом, либо ремнем И не ждите, что это заболевание уйдет от вас быстро Зарабатывали вы его годами, также лечить придется долго Если вам сделали ФГДС, в простонародье зонд И в результатах вы читаете, что у вас в желудке желчь, не стоит паниковать Далеко не всегда это означает, что у вас есть заброс желчи в желудок Дело в том, что у многих людей на введение эндоскопа происходит вброс желчи с 12-перстной кишки в желудок То есть это последствия самой процедуры, а не желчь у вас там была натощак И иногда опытный врач по количеству желчи может определить Эта желчь там появилась в результате процедуры или была там заранее Но это довольно сложно, поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на симптомы Если есть тошнота, отрыжка, горечь во рту, изжога, а также на ФГДС сказали, что есть заброс желчи Тогда можно утверждать, что действительно заброс желчи в желудок имеет место Если вы идете на колоноскопию, то обязательно настаивайте, чтобы у вас брали биопсию Дело в том, что многие заболевания врач не сможет определить, глядя просто своим глазом без увеличения через прибор Визуально слизистая кишечника может быть не изменена, однако лаборант при увеличении увидит другую картину Притом биопсию нужно брать из одной и второй половины кишечника, а в идеале еще и из тонкого Плохая новость для любителей сырого сала и мяса Съедая эти продукты без достаточной просолки или термообработки, мы рискуем заразиться трихинелами или свиным цепнем А это не шуточные паразиты, которые создают серьезные проблемы со здоровьем И не нужно говорить этих стереотипных фраз, типа «да я сто раз так делал, сто раз сделал», а сто первый может оказаться роковым Если на минное поле положить пару мин, то по нему тоже можно гулять много лет, а потом однажды может случиться неприятность Поэтому давайте не будем рисковать, если хотите есть сало или мясо в сыром виде, то хорошо его просаливайте Обильно засыпайте его солью и минимум на трое суток кладите в холодильник А вот такой продукт вам принесет только пользу, при условии, если будете есть его в меру Под моим видео, где я говорю о вреде сахара, зритель написал такой комментарий «Вы что? Как же без сахара? Сахар необходим мозгу! Я не хочу, чтобы мои дети были дураками!» Мне вот интересно, люди, которые пишут эти комментарии, задумывались о том, насколько молодая технология производства рафинированного сахара Современный сахар-рафинад был изобретен в Чехии в 1843 году А до этого тысячи лет! Люди что, были дураками? А как же философы и ученые Древней Греции, которые оставили сотни рукописей? Как же они выживали-то без сахара? Лично я вообще не употребляю сахара и не испытываю никаких проблем с умственной деятельностью Я уверен, таких людей в мире миллионы Наш мозг отлично функционирует без этого продукта, который разрушает сосуды человека Длительный прием препаратов кальция может привести к образованию камней в желчном пузыре и почках Также к кальцификации сосудов и к гиперкальцемии Но даже это не полный список, как могут навредить таблетки с кальцием А что же тогда делать? Где брать кальций? Первое, как правило, кальция достаточно в рационе обычного человека Чаще всего, если мы имеем проблемы с кальцием, то проблема не в том, что его недостаточно в рационе А проблема в том, что он плохо усваивается А это может быть из-за недостаточности ферментов, застоя желчи, а также если тонкий кишечник не выполняет свои функции Ну а если вам не хватает кальция в рационе, то вам поможет обычный кунжут Вот его химический состав, кальция, ну очень много И часто говорят, что его обязательно нужно измельчать на кофемолке Да не, нормально он жуется Исследования доказали, что в условиях длительного использования статинов люди становятся склонными к повышению сахара в крови Это приводит к диабету второго типа, а он в свою очередь сердечно-сосудистым заболеванием Также к негативным последствиям приема статинов относится мышечная слабость Однако, несмотря на все минусы приемов этих препаратов, их стали назначать все чаще и чаще Лоббировать массовое применение статинов очень выгодно для транснациональных фармацептических компаний Но никак не выгодно для вашего здоровья Если холестерин у вас в крови не превышает 7 мм на литр, не спешите использовать статины Попробуйте на длительный срок изменить свой рацион питания В первую очередь не употребляйте маргарин и сахар А также добавьте побольше сырых овощей, сырых ягод, сырых фруктов, сырых орехов и семечек А также желательно принимайте 3 чайные ложки льняного масла Если вам удалили желчный пузырь, то нельзя жить как обычный человек Необходимо обязательно вносить некоторые коррективы в свой образ жизни и рацион Первое. Дробное питание. Питаемся 5-6 раз в сутки небольшими порциями Второе. Едим мало жирного за один прием пищи Теперь у вас нет желчного пузыря, который накопил желчи, чтобы обработать большое количество жирной пищи Третье. Раз в год делаем узи брюшной полости и контролируем, чтобы не образовались камни в желчных протоках Четвертое. Физическая активность. Стараемся хотя бы раз в день делать либо длительную прогулку, либо физическую нагрузку Пятое. Пьем дополнительно чистую воду не менее 200 мл на 10 кг массы тела Шестое. Курсами пьем желчегонный сбор Седьмое. Курсами по месяцу пропиваем препараты Аллахол и Урсасан Урсасан. 2 капсулы по 250 перед сном Аллахол по инструкции Амепразол, Амез, Нольпаза, Пантапразол и другие инкбитропротонные помпы снижают иммунитет человека Как это происходит? Перечисленные препараты блокируют выделение соляной кислоты в желудке А главная функция соляной кислоты не переваривать пищу, как многие думают, а обеззараживающая То есть она уничтожает вирусы, бактерии, грибки, которые попадают с едой к нам в организм Пищеварение происходит в кишечнике, а в желудке еда просто хранится, немножко мнется и самое главное обеззараживается То есть соляная кислота это один из иммунных барьеров Если мы его убираем, соответственно увеличится вероятность чем-то заболеть Бактерии и вирусы практически беспрепятственно попадают к нам в организм Да, некоторых добьет желчь, иммунные клетки и так далее Но все равно, если мы принимаем ингибиторы протонной помпы, то увеличивается вероятность заболеть Поэтому не принимаем эти препараты долго Почему мне не стыдно просить у своих зрителей финансовой поддержки? Постоянные мои подписчики знают, что я не провожу никакие платные марафоны Не гоню никого на телеграм-канал Не продаю никакой чудо-магний Не рассказываю, что у всех есть паразиты, а потом не продаю чудо-добавку, которая избавит всех от глистов Я ничего не рекламирую, ни билетов от авиасейлс, ни продукцию кораллового клуба Я не рекламирую свои книги, либо свой сайт Не заманиваю полуинформацией, а дальше за деньги в марафоне Короче, я не веду себя, как все эти вялые бизнесмены Но чтобы у меня было время для вас работать, мне нужна минимальная финансовая поддержка В комментариях, где я прошу зрителям помочь, фигурирует сумма 100, 200, 300 рублей Это в разы меньше, чем консультация самого плохого специалиста И спасибо всем, кто меня все-таки не осуждает, а помогает